Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вас приветствует программа «По святым местам». Мы находимся в городе АллатРи, что в республике Чувашия. Рядом со мной образ Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость». Эта икона напоминает нам о важности покаяния. Об этом, а также о молодом приходе и реабилитационном центре наш сегодняшний рассказ. Крольчата, цыплята, козлята – кого здесь только не увидишь. Такое хозяйство создано руками терапевтического сообщества «Новая жизнь», которая существует при храме иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Хотя сама икона «Нечаянная радость» немножко о другом. Она о кающемся грешнике. И так повелось, что этот храм ведет социальную деятельность, направленную на помощь грешникам. У нас при храме есть центр реабилитации для алконаркозависимых. Так сложилось, что образ Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость» стал покровителем сразу двух добрых дел в АллатРе. Сначала отец Владимир Теплов, почетный гражданин города, начал строительство на кладбище храма в честь этой иконы Пресвятой Богородицы. А чуть позже настоятель другого АллатРского храма стал соседать в городе епархиальный центр профилактики душепагубных зависимостей «Нечаянная радость». При нашем храме начинал действовать центр, сейчас он уже отдельный, реабилитации нарко-алкозависимых. Одна из прихожанок, у нее сын умер, зависимый, она решила подарить нашему храму свою, ну вот такую икону «Нечаянная радость». Здесь как раз грешник молится Божией Матери и тоже заступничество от Богородицы. Она подарила эту икону и через какое-то время у нас стал действовать вот такой центр. Сначала он был при нашем храме, а потом уже владыка Федор тогда был, он благословил при храме как раз «Нечаянная радость». И все так вот совпало, да. АллатРь славится своими старинными храмами, но вот этот приход молодой. Так еще в 2005 году здесь была освящена часовня в честь новомучников и исповедников. Кажется, эта деревянная часовня была здесь всегда. Так удивительно хорошо она вписывается в окружающую природу. Но возведено церковное здание было в 21 веке, и с него началась духовная жизнь здесь, на окраине АллатРя. А в 2010 году была освящена и эта церковь. Храм образовался по инициативе администрации города, хотя в АллатРе очень много храмов. Но этот район, западный район, он вот так остался сиротский без храмов. И вот чтобы народ мог иметь возможность причащаться, был построен этот храм. Каждую среду в 17 часов вечера здесь перед образом Богородицы «Неупиваемая чаша» совершается молебен о страждущих от недуга пьянства и наркомании. Церковь – это единственный институт, который ищет душу человека. Есть воспитательная часть, когда ребенка учат ходить, говорить. Есть образовательная часть, учат читать, писать. Потом есть требовательная часть, когда человек на работе отвечает за какие-то вещи. Но никто не занимается душой. Но Господь ищет именно душу. Почему приняли решение? Валерий живет здесь уже 10 месяцев. У него была и работа, и семья, и дети. Но в какой-то момент мужчина понял, что алкогольная зависимость стала брать верх над его жизнью. В реабилитационном центре Валерий уповает не только на свои силы, но и на помощь Божию. Я знал, что он есть, но так близко и по ходу в храм даже. Они, конечно, и были у меня всегда. Но не всегда, конечно, я не могу так сказать, но периодически они были. Но в полноте я, может быть, здесь просто понимать начал, что это такое вообще, для чего это нужно. Мне, честно скажу, мне это нравится. У нас и скотный двор такой небольшой, конечно, но все есть. Огород, стройка также идет. Само собой, как бы, у меня опыт работы есть. Так, и настроение, и желание как бы есть. Желание появилось, кому-то помощь будем принести тоже. Не только же все время для себя жить. Трудовое послушание – это только часть программы реабилитации. Личные и групповые беседы, лекции, занятия с психологом, да и просто общение в кругу выздоравливающих оказывают очень важный эффект. Для того, чтобы помочь человеку, надо спутиться в его личный ад. И вот тогда можно показать выход из этого ада. Примерно этим мы пытаемся заняться. Ну, я сам начал употреблять в раннем возрасте, где-то уже с 15-16 лет на тяжелые наркотики перешел. И около 20 с лишним лет я не мог избавиться, зависимости. Хотя постоянное соприкосновение с Адамом, оно уже настолько душу обжигало, что хотелось с этим что-то сделать, но я никак не мог. Когда, наверное, уже настолько земля начала гореть под ногами, мне кажется, вмешался Господь, и у меня появилось неприоримое желание что-то поменять в своей жизни. Мама Алексея из эфира телеканала «Союз» узнала, что в Тверской епархии есть реабилитационный центр «Радуга». И с полностью уверенностью сразу сказал, «Леша, нужно ехать в Кимрэ». И я как-то прям без проблем, я как будто взяли вот так и переставили туда, в Кимрэ, и я там оказался. Самое тяжелое было, наверное, знаете, когда я год и три пробыл в реабилитации. На девятом месяце я очень четко осознал, что для того, чтобы перестать употреблять вещества, мне нужно сейчас на себя перенести все десять заповедей Божьих, которые даются. А ведь я настолько привык к страстям, и мне казалось это просто невообразимым, начать вести вот этот нравственный образ жизни. Это было самое тяжелое, смириться с этим. Но как-то в один из моментов я помолился иконе «Неупиваемая чаша». Я давно знал, что если я попрошу избавить меня от желания употреблять и все остальное, Господь заберет меня. Но я не хотел с этим пообщаться. Но в один момент, вот, наверное, за девять месяцев, я как бы креп духовно, да, и вот эта духовная крепость маленькими-маленькими шагами привела меня к тому, что я набрался смелости и попросил Божью Матери о том, чтобы она помогла мне в избавлении. И как-то у меня, я не знаю, откуда у меня появилась твердая уверенность, я сказал сам себе, что постараюсь делать все, чтобы больше никогда не употреблять. Вот, и когда я с этим определился, что попробую соблюдать все десять заповедей Божьих, а там уж будет, как будет, Господи. Вот, оно и как-то пошло, и перестало меня мучить. Беседы со священниками и участие в церковной жизни вселяют веру и надежду на возможность выздоровления. Спуститься вот в эту проблему у человека можно только тогда, когда ты находишься рядом с ним, тогда, когда он проживает не за день с тобой, вот, и вот тогда показываются его какие-то глубинные проблемы. Ведь проблема алкоголизма и пьянства, наркомании – это только следствие, вот, следствие каких-то других страстей. Скоро исполнится два года, как Алексей Самсонов сам помогает зависимым. Если просто сказать в двух словах, на протяжении года, на который рассчитана наша программа, мы постараемся помочь ребятам повзрослеть. Старайтесь просто взрослым людьми. Ну и, конечно же, даем какую-то информацию о том, что с ними происходит, о природе Совета и самой зависимости. У Богдана зависимость кредитная. Молодой человек набрал долгов втайне от своей семьи. Получилось так, что обманул жену свою по поводу финансовых проблем. То есть она думала, что у нас все нормально, а на самом деле все было очень плохо, очень печально. Мне старший брат порекомендовал сюда вот съездить на год, посмотреть, что из этого получится. Думаю, что продвижение есть, но есть еще над чем работать. До этого я к религии относился ровным счетом никак, и поэтому это было что-то новое. Даже какое-то отрицание, что ли, сначала было. Вот. Но можно сказать так, что за вот этот неполный год я храм посетил больше, чем за всю жизнь свою. Временным домом для тех, кто приезжает сюда на реабилитацию, становится небольшое здание рядом с храмом. Прийти сюда может любой желающий, осознавши, что зависимость есть у него или у близкого человека. Работать легко тогда, когда помнишь, что ты сам грешник. Что и у тебя есть моменты, тогда, когда Господь сердца касается и радость, да, и есть тогда, когда ты его не видишь. Вот. Ты, вспоминая о своих грехах, принимаешь и другого человека. Спасибо, спасибо, спасибо. Существует новая жизнь за счет добровольных пожертвований и грантовой поддержки. Ну вот мы находимся на строительстве нового корпуса для терапевтического сообщества «Новая жизнь». То есть тот центр реабилитации, который у нас есть, он не способен вместить всех желающих. У нас на 8 мест центр. И когда мы поняли, что мало, запрос намного больше, приняли решение строить новый. Ну, денег не было, но как-то вот появились благодетели. И вот сейчас есть то, что есть. Корпус будет рассчитан на 26 человек. В возведении здания принимают участие сами подопечные центра. Год прошел у меня здесь реабилитация. Я вот, ну, остался с батюшкой, поговорил с батюшкой Дмитрием. Он меня оставил все там, ну, на время помочь. Здесь тройка идет туда-сюда, ну, этого вы все увидите. Помочь хочу, послал в жилье. Ну, раньше я как к Богу относился, ты мне ничего плохого не сделал бы я. А когда вот, ну, начал циркляться, некоторые вещи начал посерьезнее воспринимать и стало, ну, получше, конечно. Вообще, Господь как бы помогает. Как апостол Павел говорит в одном из своих посланий, один сеет, другой поливает, третий жнет. Вот где-то мы, может быть, что-то посели, где-то мы уже полили то, что перед нами посеяли. Вот, а где-то Господь дает и плоды увидеть. Ну, не наши, наверное, а плоды Бога в этих душах. Вот, а мы только сработники у него. Отдохновение для глаз. Такая идея была заложена во внутренний интерьер храма. И вот тогда, когда человек стоит в храме, у него несколько вот материалов в глазах сочетается. Тут и металл, тут и дерево, да, и иконостас замечательный. Где-то керамика, вот, и все это дает возможность не уставать глазам человека, но настраивает, опять же, на молитвенный лад. Иконостас создан трудами человека, у которого брат умер от наркомании. Уже при строительстве этого храма как-то вот это вот делание милосердия в адрес зависимых людей, оно уже было заложено. Вот, и сама Богородица, наверное, она так и направляет и приглашает людей поучаствовать в спасении грешника. А еще подопечным центра помогают святые. Место этого в АллатРе действительно святое, потому что здесь находятся мощи трех новомучеников. За мою спиной некрополь, в котором захоронены люди, репрессированные в годы советской власти. Среди них представители духовенства, миряне и три прославленных угодника Божия. Так кладбищенский храм стал для многих людей началом новой жизни, свободного и радостного пути с Богом. В чем радость? Радость в том, что Господь жизнь дал. Радость, что человек при жизни с Богом встречается. Ну и, наверное, у православных христианин должна быть радость в том, что в свое время к Господу пойдет. Субтитры создавал DimaTorzok